окей все это время у меня грузился поя почти все это время так что да во первых громкость потому что я еще никогда не стримил по и громкость у меня может быть не настроена во вторых для того чтобы попасть в партию пишите in game персонажу как писать это enter и по-моему это имя персонажа как там да то есть вот так и текст чтобы я вас призвал в партию 3 ок мерселеса опять же я просто до него дошел ну окей я пока что наверное выйду из города и начну там убивать что-нибудь персонаж тот же по которому я там в предыдущем видео такой недогайд делал суммонер с рейджинг спиритами и зомби конечно я сейчас возможно пропускаю мисаги в партию попасть мне имя персонажа здесь и в названии стрима написать мисага в игре я приглашу так упс мне нужны зомби мне кажется что громковато подтвердите в чате как то здесь опасно и зомби умирают зомби как-то массово умирает потому что два чемпиона видимо этот парень дает ауру этот парень дает а рефлект окей понятно почему все умирает нормально с громкостью окей мне не нравится этот инстанс хотя фьюзинг выпал фьюзинг мне нравится мне не нравится два босса сразу так что пожалуй я поменяю поменяю окей партию инстансы можно пересоздавать и новые создавать и перезаходить в другие если кликать control при заходе собственно локацию куча всего прокачалась мне как-то все равно зомби у меня снова умерли пока я там все это делал он точнее не снова я их не поднял просто заново это играть через steam она как бы в теории работает но в россии и в стиме нет и по-моему там нельзя зайти там они что-то у них там было типа что они забылочили те регионы где она недоступна в стиме на всякий случай открою портал здесь есть была менюшка партии вот была менюшка партии окей ага окей в теории она в стиме должна будет появиться когда сделают русскую версию или что-нибудь подобное артификатора нет пока дуэлист это больше не стал нет это больше не писал если что если кто-то писал и я в это время грузился то она мне не покажется загрузка между локациями так что да хороший дуэлист канализация туда нужно будет потом пойти но не сейчас кстати надо наверное включить вот что эта фигня это предметы выпадают они как бы разделяются на игроков если шорт стоит то они общими становятся через пару секунд я поставил навечно и так что если что-то выпало мне например она остается навечно моим пока я не подберу и не выкину так что да так спит у меня есть примерно похожий дуэлист только не прокачанный там мульти страйк скорость атаки наверное и базовое оружие с хорошей скоростью атаки или это еще и дабл страйк там я не знаю ну в общем это нормально я не знаю зачем я ставлю столько много тотемов если я их не могу использовать но я их ставлю по-моему мне здесь можно вообще просто рядом находиться чтобы аур давать и ничего особенно не делать так это выход который сейчас не нужен где выход который сейчас нужен точнее нужно не выход нужно найти как ее там и спасти к варису или как я там хроматик и там хроматик и там качество видео хромает ну возможно качество видео хромает не знаю оно такое же как обычно но возможно конкретно для патта в экзол там стоит побольше битрейт поставить или еще что-нибудь окей нужно убивать бомжей бомжи убиты возможно не стоит поднять спектров окей теперь надо найти крематорий теперь надо найти крематорий что за топор кстати интересно ах хрень уайкинг дамаг коутдамаг ну элементальный но без физдамага хрень упс я не хочу здесь быть нет возможно дуэлисты не дуэлиста этот суммонер это не самый интересный персонаж чтобы стримить тем более суммонер который где-то в середине игры и прохождение как бы так что да ну я не знаю что с этим поделать в принципе когда там новые лиги начнутся в марте или когда они я буду стримить сначала и наверное немножко более осмысленно потому что начнутся новые лиги я буду играть сначала но пока что придется наверное не знаю даже стоит ли вообще стримить если так то есть я понимаю что это не особенно понятно и не особенно интересно тем кто не играет наверное во многом потому что это откуда-то из середины игры начиная точнее даже почти не с конца игры они мумана зато можно дойти сейчас попытаться до почему падают интересно почему как бы партийно как-то сказать лучше разделяется если это просто белые перчатки без статов и без сокетов там два сокета это стандартно просто потому что у них высокий базовый уровень лут делится между игроками но не весь трэш всякий белый он падает всем как бы и кто первый подобрал тот подобрал остальное падает вот те перчатки у меня были серыми как бы я не мог их подобрать и по дефолту включено что они становятся общими через там пять секунд или типа того я переключил что оно навечно остается потому что так удобнее как-то тут хреново я наверное зря подобрал этот шарень потому что он мне не помогает а нелешному персонажу он полезнее но хотя бы я его подобрал и теперь враги под ним не это а сколько еще будет стрим наверное где-то час или может быть побольше не знаю алига доминейшн надо будет наверное это записать в описание видео когда будет такая возможность команд дверь двери мои самые главные враги электрический шрайн всех рукой играть только в танку с танк во первых это не рог лайки это я даже не знаю как джанр назвать экшн рпг диабол тулоны во вторых не знаю мне эти танк квест абсолютно не понравился перчатки и хрень и макс лайф колд резист и три жизни при попадании это все хреново кроме резиста ну то есть нет макс лайф это хорошо инт это тоже местами хорошо но это все очень мало то есть один инстинкт и ни о чем 21 макс лайф тоже ни о чем белый шмот закрепляется если из него хай у них шансы сотей справедливо в чем прикол этой игры такой фарм обувь ну примерно в том же в чем прикол диабол 2 не знаю мне нравится этот жанр в принципе некоторым не нравится это нормально шранцузистами они мумана ммм стоит наверное поднять спектром такого вот могу только он сейчас по моему взорвался вместо того чтобы просто умереть я не знаю почему ладно неважно ароматик надо наверное по-быстрому попытаться добежать до этого как он там лунарис солярис какой никакой я не помню и в общем пойти на карты хотя у меня уровень низковат для этого упс упс нет не убивайте меня цель какая ну пройти сюжет набрать 99 уровень и все тому подобное еще один топор 61 процентов из дамага ну могло бы быть хорошим но маловато дамага все-таки уникальный предмет таких уже по моему два стоп мы вот там вот не пропустили босса на пропустили как было нет мне нужно не глобальный чат не помню как был чат партии айтоген током десанты черт они тут оттуда наставлю здесь ничего особенно сложного не должно быть мы избили жизнь почти до нуля до того как она свалилась ее по моему нельзя здесь убить но можно очень сильно задамажить но в принципе это неважно там если половину жизни снять то она сваливает нафиг это все предмет кольца пофиг будет кольца на резист и я не помню какого мне не хватает какого хватает и все тому подобное и теперь надо бы пойти в принципе отсюда быстрее будет в канализацию я думаю или нет в принципе не надо наверное пойти в канализацию не уверен ее можно ее нужно как минимум открыть не то чтобы можно пригодится так все еще в крематории в принципе можно и в канализацию вообще нормальное прохождение соло это через канализацию но можно было бы так пойти сразу к концу и все там сделать да ладно зато у меня теперь есть ядовитый моб что он открывает не на текущей партии можно ли открывать не текущей партии в кем-то Видите того парня зомби Не знаю, возможно мне все-таки стоило подождать до марта и тогда начинать стримить патовый экзайл Потому что с нуля, во-первых, больше смысла, во-вторых, больше возможностей ко мне присоединиться Потому что сейчас персонаж 60-го там уровня или типа того, так что не у всех, я думаю, есть Насколько человек-кооператив? До 6 партии Да, надо было портал поближе, конечно, открыть Ну ладно Здесь в канализации есть нужная квестовая шмотка Где-то Ну и кроме этого, вот этот вот выход я уже нашел и мне туда как бы надо Но сначала нужная квестовая шмотка, очевидно Так что я, в общем-то, так слегка игнорирую монстров и ищу нужную квестовую шмотку Очевидно Ну там какие-то эти бюсты кого-то там Я не знаю, я много раз проходил всю игру, но, ну, по крайней мере, три акта Но ни разу не считал всякие диалоги и прочее Вот, да В этом помещении этот самый бюст, который нужно сваровать И здесь же толпа всяких чемпионов и прочего обычно Так что можно заодно немного экспо сваровать Локация чуть выше меня уровнем Окей Если говорить о Пое как о Диабол, то можно быть ничисток не промо, потому что Пое это отдельная игра и абсолютно не похоже на Диабол Я не согласен, она похожа на Диабол, на вторую Ну, то есть, так, похоже Не абсолютная копия, конечно, но жанр тот же и все тому подобное На канале будет запись, да Я бы сказал, что это лучшая игра в этом жанре Ой, сразу нужная квасовая шмотка О, главное не умирать при этом Конечно, это не хардкор, так что умирать можно, но при этом Теряется экспо, что нехорошо Терять экспо всегда нехорошо Особенно учитывая, что на такой сложности теряется, во-первых, уже достаточно много Во-вторых, ну, пока что это не сильно влияет, потому что у меня пока еще быстро уровни набираются Но если я буду там уровня, там, не знаю, 85-90, то это несколько часов прокачки Каждая смерть, так что даже на софткоре лучше не умирать Упс, телепортирующиеся враги Окей, мы нашли выход Это абсолютно бесполезная локация, кстати Блин, надо было найти, конечно, портал, но хоть Неважно Это абсолютно бесполезная локация, потому что на ней ничего нет в плане квестов Это, по-моему, единственная... Нет, ну это не единственная такая локация в третьем акте, но Единственная, которая не... Как бы это... Которая по основному маршруту пролегает То есть ее нужно пройти, но в ней ничего нет Упс, упс Смерть И все тому подобное Слишком много стрельбы Ну, хотя бы мои зомби не умирают Уже хорошо В принципе, можно поднять, наверное, одного из этих... Одну из этих змей Потому что у них там мультишот и прочие веселые вещи Это обычный доминейшн, нет, не недельная гонка Потому что на недельной гонке мне... Я там сделал персонажа, докачал его там уровня до десятого и забил Потому что все равно я не так много играю, чтобы там чего-то достичь Так что нет особого смысла Ага, выход Сразу же Тот, который нужен или нет? Тот, который нужен Окей Мне показалось, или я увидел скелет собаки из Dark Souls Тут есть похожие монстры По виду Ну, то есть не копия, но достаточно похоже выглядит Что такое доминейшн? Доминейшн это лига Здесь 4 как бы режима игры В данный момент даже еще больше Потому что, кстати, еще недельные гонки и прочее В общем, есть хардкор, есть софткор, есть стандартный софткор Есть доминейшн, это как стандарт, только с дополнительными всякими этими особенностями И есть немезис В номинейшн есть шрайны Такие вот, которые до этого были Которые я иногда юзал и получал какие-то бонусы В немезисе там у желтых монстров, у редких, там дополнительный стат какой-нибудь страшный И немезис хардкор Ну и так, эти лиги заканчиваются Доминейшн и немезис Заканчиваются Через неделю, по-моему, или типа того 23-го часа вроде И через пару недель после этого 5-го, по-моему, марта начнутся новые То есть это как бы такой, во-первых, резет в аддера Каждые 4 месяца или около того Во-вторых, там разные дополнительные особенности в этих дополнительных лигах А стандарт и хардкор просто, они как были Там, я не знаю, с начала OpenBet и год назад, так они до сих пор и есть То есть там ни разу не удаляли персонажей и все тому подобное И все вот эти вот персонажи, они когда лиги закончатся, перейдут туда То есть из доминейшн в стандарт и из немезис в хардкор Весело Этот мини-босс довольно страшный для многих персонажей Ну хотя на Мерселесе, может быть, уже и нет, я не уверен В общем, суть в том, что он отражает урон И он это делает достаточно больно Точнее, он даже не отражает урон, а просто когда я его бью Если он блокирует мой удар, то он дамажит меня электричеством очень больно Но мне это как-то слегка пофит, потому что у меня там по зомби И я сам его не бью Так, канализация Мне нужно еще одну квестовую хрень найти, но мне сейчас как-то не очень хочется туда идти Во-первых, потому что она выше уровнем, чем эта локация А эта локация уже на пару уровней выше меня Так что я, это, немножко умираю здесь Ну, не только потому что локация выше уровнем, чем я Но и потому что у меня не очень мало жизни для этого этапа, скажем так Просто потому что я так качаюсь Вау, берег спас У меня их тоже много Так, почему я в глобальный чат постоянно пытаюсь написать? У меня тоже есть Так что да, эта часть падает в кольцо Где этот чертов фейпоинт? Упс Кем мне легче всего было играть? Ммм Спектр утроу Наверное Рейнджером или Сайон Или еще кем-нибудь Ну, в принципе, не знаю Всем немагическим сейчас достаточно легко играть поначалу Ну и не поначалу Там больше от Эквипа зависит И от удачи Голосового чата нету Это просто дополнительная локация Там ничего нет Кроме экспы Никаких хвестов, в смысле ничего И там тупик просто Так что нет особого смысла туда идти Тем более, что Там, опять же, уровень локации Намного выше, чем Мой уровень, чем уровень той локации Из которой я туда бы вышел Баттлфронт Здесь надо найти Вейпоинт, во-первых, опять же Во-вторых В левой нижней части карты Всегда квестовая фигня Так, жанр тот же Но если говорить То можно сказать Что, например, Dark Souls Очень похожа на Готик Но нет Здесь жанр Намного ближе к Diablo Чем Dark Souls в Готике Хотя я бы сказал Что Dark Souls в чем-то Достаточно похожа на Готику Не в плане конкретно геймплея Но скорее в том плане Что и там, и там Управление кривовато И там, и там Экшен-РПГ И все тому подобное Вылетело Окей Вейпоинт найден Лол, только 32 человек смотрят Ну, меня, в принципе Не так много людей обычно смотрят Так что не знаю 32 это примерно где-то Как обычно Окей И стоит заглянуть Наверное в доки Доки Самая популярная локация Для фарма В третьем акте Потому что здесь много экспы Здесь немного страшного всего И вообще все довольно хорошо Я не уверен, что суммонерам Конкретно здесь хорошо фармить Потому что здесь есть Войтбереры Которые Очень весело И быстро выносят зомбей Почему кривовато В третьей части поправили Ну, я говорил в основном Про вторую и первую Готику О, кстати Это же Это же Rogue Exile Это я, по-моему, уже говорил Пару раз в предыдущих видео Бывают иногда Спавницы такие вот Типа Плееры Они как бы сделаны По подобию игроков Но это Боты Как бы Не настоящие игроки И они пытаются Меня убить И в данном случае Если бы она Или он Было немножко Менее быстрым То Все бы закончилось Быстрее Потому что Мои зомби не успевают Догонять Ее-его Я сам могу Спавнить черепа Когда два тотема Стоит Но для этого Мне нужно Либо еще один Камень черепов Чтобы его Куда-нибудь еще Вставить Либо нужно Поставить два Тотема И потом Вынуть отсюда Тотем И потом уже Спавить Но это Очень неудобно Потому что Приходится Там Вынимать Камни И прочее Когда она Уже умрет Это по-моему Я не уверен Что это она Возможно Это он Не знаю Мне всегда Когда Вау Хотя это Кауча На мэлой Инвентарь Кончился Что мне Не нужно Мне в принципе Все нужно Я могу Что-нибудь Одного Уместить Кауча На мэлой Мне Определенно Не нужен Потому что У меня Их уже Два Или Три А Сказать Еще раз Ник Сейчас Проще Так Наверное Будет Ник Вообще В названии Стрима Написан Наверное Кстати Маска Может быть Хорошей Потому что Мне Надо бы Сменить Мой Шлем Потому что Он у меня Хороший Но Как-то Он кроме Резистов Ничего не дает И у него Только Три сокета Так Бесполезно Бесполезно Так себе Бесполезно Бесполезно Просто Белые предметы Это я не могу Продать И кольцо Кольцо Интересно Но Тоже Маловато Всего То есть 20 Базовой Резистой Плюс 3 Ко всем Это мало Щит Мне не нужен 64 лайф Это хорошо Но Но Да Нафиг Также Наверное Стоит Скинуть Всякие Орбы Орбы У меня Так Расставлен Потому что Я наркоман Если что Черт Пофиг Уничтожить И куда-нибудь Скинуть Уникальную Шмотку Потому что Просто Чтобы Была Окей Колчаны У меня Уже Есть Мне Лених Подбирать Тем более Они Бесполезны Оба Их Всего Два Уникальных Колчана И они Оба Бесполезны Ну То есть Как Поначалу Они Прокатят Наверное Но Ближе К концу Игры Какой-нибудь Желтый Или даже Возможно Синий Колчан Будет Лучше Вот эти Утагнедыщие Собаки Это Самый Опасный Монстр На локации Они Также Очень Любят Быстро И Эффективно Убивать Зомби Хотя Зомби Их Достаточно Быстро И Эффективно Убивают В Доках В принципе Нужно Найти Еще Одну Квестовую Вещь Бутылку Какую-то Где-то Ну И Вейпоинт Тоже Не помешает Потому что Доки Для фарма Опять же Очень Хорошо Подходят Потому что Много Экспы И легко Всех Убивать И сложно Умереть Почему Не взял Потому что Он Бесполезен И У меня Он Уже Есть То есть Я могу Его Конечно Взять Продать Торговцу Но Лень Хотя Возможно Это Более Полезный Звук Я не Помню Какой Какой А там Один Вообще Абсолютная Хрень Второй Поначалу Сойдет На первых Уровнях С 5 Сокетами Но без Линков Хрень Окей Ничего Хорошего Не падает Скоро Уровень 60 Десятой Локация 62 Уровня В принципе Это еще Нормально Там по-моему На 62 У меня По-моему Будет Немножко Меньше Экспо Чем Должно Быть Но Из-за Того Что Ее В принципе Больше Дают Все равно Я Плюся Но по-моему Если Три Или Четыре Уровня Разницы То Я буду Получать Уже Меньше Экспо Чем Я бы Получал На локации Своего Уровня Даже Если Предположить Что Я Всех Буду Убивать С той же Скоростью С которой Я бы Всех Убивал На локации Своего Уровня По-моему Так Тут Ничего Нет Довольно Внезапно Я тоже Хочу Прыжок Какой Нибудь Себя Липс 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 Телепорт Или Что Нибудь Чтобы Перемещаться В общем Предметы Можно Передавать От игрока К игроку Тут Нет Никакой Глобальной Системы Торговли Нормальной Но ее Вроде Как Обещают Когда Нибудь Сделать То есть Я имею ввиду Что-то Что-нибудь Типа Аукционов Третьей Диабли Или Что-то Подобное И В большинстве Случаев Используют Всякие Там Сайты И Прочее Или Что Имелось Ввиду От игрока К игроку Так что Да Это Просто Торговля То есть Я могу Кинуть Кому-нибудь В городе Трейд И Торговать С ним Есть Сайт Который Ша Ком По-моему По-моему Так В общем Там Он Проверяет Форум Официальный Форум И Оттуда Составляет Как бы Такую базу Данных И можно Найти Какой-то Нужный Предмет И он Выдаст Имя Персонажа И все Тому Подобное Мне здесь Нужно Еще Одну Хрень Найти А так Между Своими Персонажами Тоже Можно Спокойно Передавать Предмет Потому Что Сундук В городе Он Общий Для всех Персонажей На одном Аккаунте Почему? Куда делят Все мои Зомби Наверное Они Когда-то Умерли И Этого Не заметил Окей А И Саником Окей Управление Кривовато Потому Что Обе Игры Делались Для Плейстейшн А Там Достаточно Сложно Сделать Норм Управления Ну Готика Делалась Для Плейстейшн Окей Может Быть В Диабло 3 Нет Я не Играл Я в нее Играл Когда она Вышла И Наверное С месяц Поиграл Но Мне оно Не очень Понравилось В итоге Ну То есть Как бы Там Боевка Веселая И прикольная И все Там Подобное Но Кроме Боевки Все Там Достаточно Уныло Теперь В теории Нужно Пойти Вот туда Это по-моему Саварис Или Как-то Так Но Поскольку Поскольку У меня есть Партия То Можно попросить Потому что Там Длинная Унылая Локация В которой Нужно Только Дойти До Самого Конца И Там Вейпоинт Прямо С тем Местом Где Нужно Сдавать Все Квесты В сравнении С Пойди Абло Полный Швак Да Наверное Там Прогрессия Более Унылая Там Предметы Более Унылые Сделаны То есть Там Нет Интересных Предметов И Все Что Вообще Какое-то Значение Имеет Это Один Нужный Стат Для Персонажа И Все Ну и Жизнь Естественно То есть Если Играть Каким Варваром То Важно Урон Сила Жизнь И Резисты Все На шмоте И Это Все Что Имеет Какой-то Смысл Что Мне Нужно Кстати Декса 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 Мне Нужно Окей Потому что Амулет у меня Хреновый Но без него Мне не хватает Декса И еще Декса 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 Это Все Не так уж Плохо Вроде бы Но Это Все Мне Не Нужно И Теперь У меня Открылись Карты Я Могу Пойти Туда И Меня Там Будут Жутко Убивать Но Можно Попробовать Наверное Не Уверен Во-первых Нужно Активировать Вайпоинт Русский Шрифт Конечно В чате Хреновый Почаще Записывать Старбаунд И Рисков Рейн Ну Да Постараюсь Есть Неопознанная Какая-то Синяя Карта И парочка Каких-то Рандомных Карты Это такая Да Веселая Энгеймовая Механика Сойдет В общем Суть в том Что есть Вот эти вот Карты Которые Выпадают С монстров Я 60 60 уровень 59 Упс Случение Кстового трупа 59 Это для карт Очень мало Потому что Они начинают С 60 Но все равно В общем Вот эти вот Карты Они падают С врагов В третьем акте По сути Со второго акта Третьей сложности И их можно Принести сюда Открыть И они открывают Какую-то Локацию При этом При этом Можно на них Ролить Всякие Моды То есть Вот эта Неопознанная Карта И Там могут Быть Например Более сильные Монстры В данном случае Здесь больше Магических Монстров То есть Синих Вот таких Вот И Что там Вторым статом Было Больше Жизни У монстров Там могут Совершенно Разные вещи Ролиться Например Там может Увеличенный Урон монстров Проклятие Постоянно На игроках Что еще Гладмэджик То есть Вместо маны Будет тратиться Жизни Это делает Карты Непроходимыми Такие Для Некоторых Персонажей О Суперер Вайперстрайк Я не уверен Что он имеет Смысл Но 13% Это все равно Достаточно Хорошо Уровень Плея бесплатная В пиратку Так что Пиратки нет Потому что Она бесплатная Уровень Я пока что Поднимаю себе Жизнь Потому что Жизни у меня Мало Она бесплатная И здесь еще И все Относительно То есть Не то что Относительно Все почти идеально В плане Доната и прочего Потому что Единственное Что хоть как-то Влияет на гейплей Что можно купить За ареал Это страница В сундуке Ну и при этом Никто как бы Не запрещает Вроде как Просто создать Несколько аккаунтов И таким образом Иметь страницу В сундуке Потому что Сразу дают Четыре страницы Купить можно Максимум шесть За один раз То есть Можно купить Много раз По шесть Но как бы Продают их По шесть Или по одной Ну и то есть Четыре За новый аккаунт Это Почти столько Сколько можно Купить Один раз И это конечно Неудобно Потому что Придется Перезаходить В разные аккаунты И все тому подобное Но Все равно Это можно сделать Хотя поскольку Это неудобно Я просто себе Купил еще Шесть страниц И мне нормально Так вот Карты На них можно Всякие Ролить Моды Во-первых Во-вторых Можно их Неопознанными Проходить То есть Я могу Вот эту Неопознанную Засунуть В этот девайс И запустить И я не буду знать Даже когда я на нее Зайду Какие на ней Моды Но на ней Будет с врагов Больше Лута Что достаточно весело Мои зомби Как-то Быстро умирают Также на каждой Карте В конце Босс И все тому подобное Ну он не обязательно В конце Он может быть В середине Или в начале Ну просто где-то Обычно к боссу Какие-нибудь Какие-нибудь Отдельные ворота Ведут Или что-то подобное И карты Начинаются С 66 уровня Максимальная 80 По-моему При этом В самой игре Максимального уровня Локация Которая у меня Еще не открыта Так что я не могу Посмотреть По-моему 69 Или 68 Так что Endgame Это карты В основном Я играю варваром 30 уровень Меня убивают в третьем акте Что посоветуешь Ну в зависимости от того Что убивает И какой билд Ну вообще больше жизни Посоветую Наверное Как бы Если Если много жизни В скилл 3 набирать Где она тут Всякие такие Вот эти Ну в общем Жизнь Набирать Всю которая близко И все тому подобное И если Иметь резисты Большие Это тоже важно Там Хотя бы К тем врагам Которые на этой локации Должны быть резисты Хорошие И плюс Что еще На На шмотках Жизнь Это важные вещи Регрет Вот мы нашли босса Вроде бы Он там Босс на этой карте Страшный Немножко Наверное Самый страшный Из 66 Мне кажется Возможно Самый страшный Это Который Клон Брутуса В данжене Ну как бы С Брутусом Можно разобраться Если Если знать как То есть Его можно Очень легко Убивать Если знать Как его убивать И если Никаких лагов Нет и прочего С червем Который здесь Немножко больше проблем Он Иногда Ваншотит И вообще Неприятные вещи Делает Также Карты падают В самой игре Падают карты В основном 66 уровня На картах 66 могут выпасть 67 и 68 Мы там На 67 Еще на 2 уровня Выше Могут выпасть И так далее То есть Таким образом Такая прогрессия Нгеймовая И это достаточно Интересно Сделано Мои зомби Здесь Очень Нехорошо Живут Кузнец В дюнах Он может быть Страшнее Для миличных Персонажей Он наверное Страшнее Но у меня С ним Ни разу Не было Проблемы А черв Меня пару раз Убивал Вроде бы Ну в принципе Мне вот эта Карта Не нравится Не только тем Что здесь Червь Страшный Босс Но и Сами Вот этих Монстры Которые Шипами Стреляют Как Назвать Они Немножко Напрягают Тем Что они Стреляют Шипами И Достаточно Больно Это Делают Нет Зомби Не умирайте Зомби У меня Умирают Потому что У меня Просто Тупо Уровень Вокации 66 У меня Уровень 60 И Соответственно В нормальной Ситуации Мои зомби Были бы Более Толстыми И более Прокаченными К 66 Уровню Но в принципе Они даже Здесь Не то чтобы Идеально Выживают Но как-то Выживают То есть То есть Я Наверное Может быть Смог бы Пройти Карту 66 Уровня Соло Я бы Не стал Это делать На 60 Уровне Потому что Просто Это Скучно Уныло Долго И Доки Проще Нафармить До 65 Или Около Того Хотя Наверное Мне нужно Больше Проклятия Хотя С другой Стороны Ну От него Будут Зомби Лучше Выживать Потому что Мое Проклятие Уменьшает Урон Дрогов И Оно У меня Вечное Потому что У меня Есть Пассивка Которая Делает Проклятие Вечными Но в принципе Там На сколько На 30% Нет Это Не Оно На 34% Уменьшает Точность И урон На 32% Неплохо В принципе То есть Они реже Попадают И когда Попадают Они еще Меньше Урона Наносят Сегодня Эти Самые Страницы Для Для Сынука Со скидкой Но они Все равно Они Достаточно Ну не то Чтобы Достаточно Дорогие Но 160 Этих Поинтов Это По-моему 200 Поинтов Это 20 Долларов По-моему Я Я Уверен Я Давно Попал Много 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 То есть То есть Если Если Я Выйду В город И Продам Это Все А то Будет На один Вход Меньше На карту Что Не очень Хорошо Ну Наверное Стоит Уже Пойти Убить Босса Я не туда Только Немножко Пошел Играл ли я В Magic the Gathering Я играл В Ту Которая В стиме Она Конечно Неполноценная Но в принципе Мне достаточно Понравилось Но Как-то Я не очень Много В нее играл Вот он Босс Червь Который Меня ваншотнул Только что Лол Вот поэтому Я не люблю Эту карту Ну и в принципе Это 66 уровень Веселье Надо было продать Аут Пока я был В городе Так что Я слегка Идиот Ну да ладно Так же Надо Наверное Создавать Зомби Упс Враги Внезапно Да я на софте Играю Domination Пофиг Зомби там Добьют Кого нибудь И в принципе Можно пара трупов Поднять И в принципе На всякий случай Нужно открыть портал Чтобы если я еще раз Ваншотнусь Мне не нужно было Бежать так далеко Окей Червь Выкопался Он когда выкапывается Во-первых Дамажит Во-вторых Он стреляет Очень больно И я почти Умер еще раз Так же Здесь толпа Чемпионов Что тоже Не очень хорошо Мои все зомби Уже давно умерли По сути У него Ауе Фаерболл Какой-то Которым он Не только Меня с одного Видимо убивает Ну и всех Моих зомби И прочее Я возможно Зря здесь Открыл портал Ну есть Несколько разных Атак Одна Он там Когда Три мелких Фаерболла Стреляет Или типа того И они не ауе И они не убивают Меня с одного Другая Это вот эта Вот хрень Которая убивает Меня с одного И которая ауе Нет И это при том Что у меня на нем Проклятие Что он на 30% Меньше урона Наносит И все тому подобное И 30% По-моему Скорость Атаки Нет Почему не Хардкор Ну не знаю Я как-то До этого Не стримил На стриме В принципе Если стримить То хардкор Играть веселее Мне кажется Если играть одному То как-то Мне не очень нравится Хардкор Потому что Я не люблю Перепроходить Одно и то же И терять прогресс И все тому подобное Ура Черт Я забыл Обратно поставить Вечно эту Ну пофиг У меня места В инвентаре нет Хотя я могу взять Пояс наверное Если немножко В тетрис поиграть Ну а ток Я точно не могу Топор Я тоже точно не могу Ну в общем Ура Мы убили босса С кучей смертей Сколько порталов Осталось Ноль Да Черт Ну Потеряли Пару Желтых шмоток На хрен с ним Так Это бесполезно Это Это неплохо В принципе На первый взгляд Два резиста 88 лайфа И куча Куча брони Но Как то Оно мне Не очень Нужно Трейд Не завершается Не можешь Ничего передать В трейде С игроками Нужно посмотреть Что они Продают Чтобы можно было Принять Если нет То я не знаю В чем суть И что вообще Нужно именно Навести мышку На то Что они предлагают Хаус резист Броня И Все по сути Здесь Ничего хорошего Вообще Здесь Максимум мана Коуд резист И ничего хорошего Шлем 40 макс лайф Маловато И эта хрень Вообще Я не разбираюсь В кучанах Так что Я их просто продаю Это я все еще Не уверен Редкость Хорошо Энерджи щилд В принципе Это неплохо В плане Энерджи щилда Но нафиг Не нужно мне Ледяной урон И 6 резисты В принципе Достаточно интересно Выглядит амулет То есть Здесь 2 стата На энерджи щилд Разных И 2 стата На холд дамаг Разных Еще и редкость И Все резисты Мне оно не нужно Возможно То есть В теории Его можно продать Игрокам Но мне очень лень Этим заниматься Так что я вряд ли Это буду сделать А я продаю Не могу Акцепт нажать Ну Я не знаю Возможно Хотя нет Я не знаю Если НПС То вообще Я не знаю Должно Нажиматься Без проблем Можно ли НПС Попытаться Продать Квест Твою шмотку Нет Нельзя Да Ну нет НПС Акцепт Нажимается Даже если Без трейд Без этого Без трейда Пустой трейд А если Игроку То Хрен знает Что у меня там Из карт было В инвентаре Остров Крипт И еще один Остров Так Так Что Упс Что здесь Я не хочу Неопознанную Бежать Монстры не могут быть Застанены И минус 15 Максимум резистов Упс Нет Это не то Что я хотел сделать Контр Левый клик Чтобы Линкануть В Чат Предмет Я в партию Да я в партию Написал 42 Количество Предметов В общем от того Какие статы На картах Зависит Сколько там Насколько там Больше лута И прочего Ну пофиг Я открою И посмотрим Что из этого выйдет Минус 15 Макс резистов Это немножко страшно Но с другой стороны Остров Это одна из самых Легких карт Наверное Как в плане врагов Так и в плане Планировки Потому что это по сути Ну в общем сейчас Сейчас разберемся Мне снова нужны Трупы Ну в плане врагов Это не совсем правильно Говорить что Одна из самых Легких карт Потому что Враги Рандомные Кроме каких-то Базовых То есть на той Вот карте Эти стреляющие Иглыми твари Были базовыми врагами Здесь по-моему Обезьяны Остальные враги Могут хоть и угодно В данном случае Зомби Медведи Эти И прочее В общем вся карта Представляет из себя Такую вот Такую примерно Шириной линию Ну и там будет Еще переход На второй кусок Карты Который точно такой же Да я могу Уже взять Фаск из инвентаря Но он Без статов А у меня все Восстанавливает Жизнь зомби И мне сейчас Не очень хочется Его ролить Потому что Это долго И не очень интересно Хотя можно Наверное Ладно Беру Чтоб было Бомжи Самоубийцы Вот эти вот Фиолетовые Они подбегают И взрываются Довольно веселые Враги Интересно Если их спектрами Сделать Они тоже будут Подвигать к врагу И взрываться Веселые Одноразовые Спектры Да Лол Таким классом Играю Ведьма Ну Потому что Для Суммонера Ведьма Это Ну в принципе Не то чтобы Самое идеальное Но это самое Идеальное Для того Что я пытаюсь Сделать Суммонера Зомби Почему вы умираете Наверное Потому что Они там На 10 уровней Меньше Уровня локации Сколько времени В день трачу На игры Не знаю Не считал Упс Он то сделал Еще такой вопрос Связанный с Dark Souls Я ван Роланда В ом сети И сучи катаны Плюс 10 Это нормально Ну вполне Плюс 10 катаны Можно без проблем Там запинать Какого-нибудь арчета И не смогу И прочее Как-то здесь Много всего Как-то здесь Очень много всего Ну ладно Хотя бы я всех Зомбей своих Поднял Субтитры сделал DimaTorzok Ну окей Первая половина Локации пройдена Еще на острове Очень легкий босс Который по сути Даже на босса Не очень похож Ну то есть Когда я первый раз Проходил остров Я не думал Что это Босс Карты Когда я его убил Там просто Большая обезьяна Которая суммонит Мелких обезьян Вроде бы Ну и плюс Там еще пара статов Но в целом Ничего особенно сложного Шанс Надо будет его сразу же Заюзать Наверное Если я найду что-нибудь На чем его Можно заюзать Наверное Мне стоит Иногда Все-таки Ставить Демо Я иногда Об этом забываю Что кстати Медведи Ничего не делают Окей Жаль Потому что Есть медведи Которые кастуют Проклятие уязвимости Когда бьют Если бы это были они То я бы их Наверное Даже Поднял себе В союзников Продолжение следует О Еще одна карта Острова Пусть я получил То же самое Ну Это нормально Ну хотя нет Я получил синего-белую Но Они по-моему Почти всегда падают белые Не всегда Потому что Эта синяя У меня тоже выпала Потому что Иначе я бы не получил Неопознанную карту Ну хотя нет Можно Всякими извращенными способами Хотя 66 По-моему нельзя Извращенными способами Потому что Извращенный способ Это продать Треть синих Торговцу И получить синюю На уровне выше Неопознанную По-моему так Так что да О Еще один шанс Надо их юзать Вот Осадный топор Подходящее оружие Для того Чтобы зашансить И Ничего Хрень Окей Продолжение следует... Надо бы еще один Такой же Осадный топор И еще и Врожа зашансить Шанс рандомно Делает предмет Синим Желтым Или уникальным Ну то есть Не рандомно А с примерно Теми же шансами Что он Когда падает Таким становится И поэтому Можно получать Уникальный предмет Такими способами Хроматик Маска Лизинг Веселые вещи Падают Сегодня Как-то Мне обычно Когда я Один играю Меньше Всяких Ништяков Падает Клипов Юзингов И уникальных Предметов Которых Два Вроде Уже Было Хотя Два Трешевых Но все равно Два Или даже Три Вот он Босс Он суммонит Обезьян Дает Фрэнзи Чарджа Союзникам Наносит Больше урона И Резисты Имеет Повышенная Окей И он По-моему Да Уже умер Тольцом Молоток И еще Что-то И еще Что-то И свитки Всякие Ммм Латник Дамаг Плюс 16 Всех Резистов И Редкость Если бы Наш Жилда Не было Было бы Неплохо О Арсенал Эта карта На уровень Выше Или на Два Стоп По-моему На уровень Да 67 Окей Так Какую кнопку У меня была Больше 20 врагов Оставых На карте Окей А у меня нет У меня есть место Я могу Выделить Теперь у меня нет места Но в любом случае Здесь мы вроде Еще не умирали Так что Порталы Все еще есть Так что Можно пару раз Зайти Но ради Синих Всяких Шмоток Нет смысла И белых Естественно 17 монстров Осталось В принципе Наверное Можно сваливать Но хотя 17 монстров Это все-таки Не так мало 15 монстров Возможно Мы его там Вот пропустили Потому что Здесь был кусочек Необследованный Да Видимо Да 11 10 Не могу Так быстро бегать Он туда же Редки был Один Нафиг Последнего монстра Искать вам Так 96 Life 2 резиста Один из которых 6% Если бы резисты Были не 22,6 А побольше Было бы хорошо Так это надо Опознать Мало урона Мало урона Мало Мало жизни Это просто Хроматик Это вообще Нет жизни И мало Резистов Кольцо Прилично урона И редкость И элементальные Резисты Это в принципе Интересно А хотя Нафиг Лучше иметь Не плюс 16 всех Резистов А там Каких-нибудь Двух По 20 Или по 30 Или даже Одного Больше То есть 16 всех Это конечно Хорошо Но Это 16 Уникальный 66 67 Я боюсь Мы не потянем Ну я По крайней мере Не потянул Уникальный 66 67 66 Точно 67 Скорее всего Тоже Так нет Не тот чат Так партия Нет Это трейд Это партия Трейд закройся Нафиг А блин Я не знаю Что такое Со шрифтами И прочим Ну с русскими Шрифтами Наверное Это потому что Оно все еще Не Локализовано Нормально Ладно Нафиг Попытаюсь все-таки Сделать себе Бутылку Которую я хочу сделать Пара стаков Этого Стак Этого Граундинг Анимеичного Сразу же Внезапно Увеличенное количество Рекавери Когда мало жизни И 53% Миньонам Дает Сойдет Еще один остров Дальнобойный монстр Нафиг Неинтересно Скелеты Неинтересно Это не очень хорошо Это не то что Не очень хорошо Это просто как-то Бессмысленно И мало дает 50% Регена Это не хорошо Увеличенный урон Электричеством И Замороженная земля Это не хорошо Увеличенный урон Это Я хочу больше монстров Вот Отлично Это нафиг Продавать нет смысла Так Инвентарь сначала О Так Грот С чемпионами И Боссом Грот Так Это то же самое И Больше магических монстров Можно А Надо другой Инстанс открыть Ненависть Так Создан 1953 Это давно Так что Это Не тот Инстанс В смысле Это тот Который уже был В принципе Можно там Позакрывать Все порталы Это тоже вариант А Почти 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 Нужно больше трупов Обезьяны Всякие По этим трупам Можно определить Что есть на карте Потому что они Суманятся только Трупы тех врагов Которые уже есть Как бы на этом уровне Ну хотя Проще просто Пойти И посмотреть Что есть на карте Это тоже Как бы вариант Что тут Больше монстров И больше жизневых монстров Хотя Больше магических монстров А не просто Больше монстров Такие вот Низкоуровневые Карты Лучше Это те На которых Больше монстров Или больше магических Монстров Потому что просто Качественно Здесь мало Что упадет В любом случае И экспы Тоже не очень много Ну в общем Количество монстров Решает В плане Шансов Выпадения Более крутых карт О, вот здесь Вот Да, здесь Эти вот Медведи Которые Проклинают При атаке Они конечно Будут сбивать Мои проклятия Но Все равно Я вместо Второго медведя Поднял что-то мелкое И случайно Это сделал Хрен с ним Окей О, хроматик И сразу же Босс 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 не то Что был очень страшный Это Кальмар Вот этот Она Кастует Фаерсторм И Кастует Вроде Мелких Других Кальмаров Не уверен Имеет Ауру Что Мелкие Другие Кальмары Атакуют Огнем В общем Это не страшно На фаерсторм Легко Уворачиваться Немножко Желтых Шмоток Фьюзинг Окей Пригодится Фьюзинги Относительно Редкие Да Относительно Нередкие И ценные Как-то Неясненько Убивают Толпа Телепорт Пиратов Призраков Я не очень Хочу тут Быть Но с другой Страны Они все Умерли Почти Все Стоп Это не та Обезьяна Которая Нет Это та Обезьяна Которая Сумонит Других Обезьян С деревьев Деревьев В пещере Естественно Нет Так что Это довольно Бесполезно Хотя Вот здесь Какие-то Обезьяны Дают Френзи Чарджи Видимо Или это Просто Чемпионы Которые Френзи Чарджи Получают Сами В общем Есть Такой Подвид Обезьян Которые А да Есть Большие Обезьяны Которые Дают Всем Вокруг Френзи Чарджи Их Тоже Было Неплохо Призывать Поднимать Потому что Они будут Ускорять Атаку Все Все Мэй Телпы И это Достаточно Эффективно Уголка А Резистан Шрайн Почему бы и нет Аура Резиста Прокачалась Которую Я не использую Потому что У меня Маны Сейчас Не хватает Столько Аур Использовать Использовать ну окей если здесь что-нибудь интересно смутаться редкий некромант в принципе я могу избавляться от трупов и это как-то как-то это будет помогать но с другой стороны проще убить некроманта шрайн стреляющий молниями теперь я могу стрелять молниями это не очень помогает потому что они очень слабо дамаж но все равно я не уверен что они вообще урон наносит потому что нет они вроде должны носить потому что ты не я ими стреляю а шрайн как бы а и то у по всякой вересе полгрот еще один Ну, в принципе, получать хотя бы такую же карту, это хорошо всегда Каст пристания Шрайн отражения урона Сколько врагов осталось? Много еще врагов осталось Пофиг Ну что, вот это аура отражения урона? Да Мои зомби будут умирать, наверное, может быть Я не уверен, насколько они способны убить себя отражением урона Автоматик Уровень Я уже 61-го Ура Я уже могу фармить доки, возможно, без штрафов Цветок квартала Это не важно Врагов, скорее всего, все еще толку, да Нет особого смысла проверять, сколько осталось Куча зомбей с чемпионом, который с ауроригена Ауроригена им, по-моему, не поможет, они слишком быстро умирают Твою патриотку Твою патриотку Твою патриотку Пофиг 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 Не на местах По-моему, городу-то делень Ну, в принципе, да Выкинуть часть Выкинуть часть Ненужного хлама Это хорошая идея Если нет места Опознать Посмотреть, что бесполезно и выкинуть Врагов все еще толпы Тут даже Кто-то кого-то убивает Окей В принципе, пофиг на одну обезьяну Но где-то еще есть толпы врагов Подозреваю, что где-то справа снизу То есть, если вот Да, вот там Еще одна обезьяна Еще какие-то тут медведи Сойдет Бутылка на резист Кагнил Пофиг Ее, по-моему, можно только найти Но при этом она не так уж полезная У меня там парочка уже есть Хотя, может быть, ее можно каким-нибудь там рецептом купить Типа, там, продать огненный камень И, ну, красный камень И какую-нибудь бутылку Или что-то подобное Десять монстров Я даже не знаю, стоит ли их искать Ну, девять монстров Портал Ну, в принципе, да, можно забить на это все Итак, что я там нашел Кольцо Мало урона, много интеллекта И ничего особенно хорошего Ман-реген не нужен Ну, он Он полезен 47 ман-реген на кольце Это неплохо Но Когда все остальное на кольце бесполезно То да Сапоги Макс Лайф Клод Резист Лотник Резист Нет скорости бега И, в принципе Ну, то есть, два резиста Это хорошо Макс Лайф 50 это так себе Но сойдет Но нет скорости бега Это какой-то трэш Это хроматик Это 99 Макс Лайф И Клод Резист И много эвэйджена В принципе Ну Мне оно не нужно Продавать игрокам Мне лень Ну, так это можно было бы Наверное, в теории продать Так 64 Макс Лайф 39 резиста Нет скорости бега Так себе Эвэйджен Нафиг Треуголка Куча эвэйджена Ну, тоже Ее куча В плане увеличения Еще и меткость Но нет Лайфа Нет резистов Один всего И все тому подобное Еще одна маска Тоже, в принципе, ничего хорошего Кроме редкости Ну, ладно Я думаю, на этом, наверное, можно закончить Так что Да Тогда на этом, наверное, все Так что Спасибо всем за просмотр С вами был Вайми Пока Субтитры сделал DimaTorzok